В исторической части Планетария уютно разместился классический музей, названный в честь легендарной покровительницы астрономии Музы Неба Уранией. Залы музея располагаются на двух уровнях. Площадь экспозиции более тысячи квадратных метров. Раньше первый этаж классического музея Уранией служил подвалом. Второй был фойе. В 2003-2004 годах здание Планетария за два месяца выросло на 6 метров. Об этом нам напоминает 6-метровый подъемный столб, размещенный за стеклом. Экспозиция первого уровня Музея Уранией посвящена истории Планетария, развитию астрономии и методов исследования Земли и космоса. В центре зала нас встречает астроном, ученый универсал эпохи раннего Возрождения. Астроном размышляет о чем-то в своем кабинете. Кто знает, может быть, именно сейчас он разгадывает великую тайну мироздания. В глубине кабинета вы видите первую модель небесной сферы. Она называется армиллярная сфера. Это один из древнейших астрономических приборов. Именно с ним традиционно изображают богиню неба Уранию. Изобретение армиллярной сферы приписывают древнейшему геометру Эратосфену, жившему в III веке до н.э. С помощью этого прибора астрономы прошлых веков определяли экваториальные или эклиптические координаты звезд и планет. Впоследствии армиллярную сферу стали использовать как наглядное учебное пособие для изучения основных кругов небесной сферы. Экваториальные солнечные часы — старинный прибор для определения времени по Солнцу. Солнечные часы, вероятно, один из древнейших научных инструментов, дошедший до нас без изменений и представляющий собой первое применение человеком его знаний о движении небесных тел. Над головой астронома — звездный глобус, большой черно-металлический шар с лампой внутри. Присмотритесь, на нем множество отверстий разной величины. Эти мерцающие точки соответствуют расположению звезд на небесной сфере. Старинный звездный глобус — прообраз современного аппарата планетарий. Вечером, когда гасит свет, шар создает на стенах и потолке искусственное звездное небо. На колоннах кабинета располагаются старинные гравюры на астрономические темы, которые рассказывают об устройстве мира в представлении человека 16-17 веков. На них изображены модель небесной сферы, миры планет Солнечной системы и разнообразное небесное явление. В стеклянных витринах, расположенных вокруг, представлены старинные астрономические книги, звездные карты и атласы. Они приглашают нас познакомиться с библиотекой ученого. Одна из центральных витрин представляет собой современную виртуальную библиотеку. С помощью такого сенсорного мультимедийного устройства можно узнать содержание и рассмотреть иллюстрации тех книг, которые расположены в витринах. В классическом музее Урания представлен звездный глобус выдающегося польского астронома Яна Гивелия. Невозможно пройти мимо этого большого золотого шара, на котором изображены известные в 17 веке созвездия. На глобусе отмечены 1564 звезды каталога Яна Гивелия, который он составил в 1687 году с помощью секстанта собственного изготовления. Все эти звезды, видимые невооруженным глазом, объединены в 54 созвездия. Живописные картины созвездия Яна Гивелия стали классикой и многим хорошо знакомы. До сих пор созвездия изображают именно так, как это сделал польский астроном. Справа от входа разместился раздел «История планетария». Редчайшие фотографии, документы и книги, фрагменты старых витражей и макеты космических аппаратов. Все эти уникальные экспонаты иллюстрируют самое яркое событие непростой истории московского планетария с 1929 года до наших дней. Здесь же находится и почетная награда, которой удостоился московский планетарий к своему 50-летию — Орден Трудового Красного Знамени. Перед нами ярчайшие исторические свидетельства — два первых аппарата планетарий. Их заводские номера созвучны — 13 и 313. Что же такое планетарий? Планетарием называется аппарат-проектор, при помощи которого в любое время суток и при любой погоде на куполе-экране можно демонстрировать искусственное звездное небо. По традиции, по названию главного аппарата весь комплекс также называется планетарием. Это сложное оптико-механическое устройство было изобретено в 1923 году. Удача улыбнулась немецкому физику, инженеру и архитектору Вальтеру Баурсфельду. Оба наших аппарата — планетарий номер 13 и планетарий номер 313 — были изготовлены в Германии на всемирно известной фирме по производству оптики Карл Цейс и Йена. Именно эти аппараты зажигали искусственное небо на куполе московского планетария в разные годы. Первый из них — аппарат планетарий номер 13, установленный в 1929 году, был тринадцатым в мире. К сожалению, в полной комплектации аппарат до наших дней не сохранился. Его детали — два чёрных шара со сверкающими латунными накладками вокруг объективов выглядят на подиуме загадочными космическими пришельцами. Изначально планетарий номер 13 имел форму гантели с двумя большими звёздными шарами диаметром около 75 сантиметров каждый. Один шар давал проекцию звёзд северного небесного полушария, а другой — южного. Всего на экран проецировалось более 6500 звёзд. Каждый из звёздных шаров содержит 16 проекционных фонарей. На поверхности мы видим лишь их объективы. Но если заглянуть внутрь, то можно рассмотреть, как они устроены. Перед нами огромная, мощная тысячеваттная лампа, которая даёт свет всем проекционным звёздным фонарям. Свет этой лампы собирают и фокусируют линзы. По числу фонарей их 16. 13-й экземпляр второй модели большого планетария Цейса демонстрировал звёздное небо в московском планетарии почти 50 лет. В 1977 году его заменили новым большим аппаратом шестой модели, изготовленным специально для Москвы. Аппарат номер 313 стал первым в мире планетарием с автоматизированной системой управления. Внешне он почти не изменился. Так же, как и у предшественника, у него два больших звёздных шара, соединённых фермой. Моторы-проекторы. Отличие было в качестве. Новейшая оптика, электронная начинка, дополнительные демонстрационные возможности. Всё это позволило создать в планетарии принципиально новый продукт. Автоматизированные аудио-визуальные программы. Раньше звёзды на куполе выглядели как кружочки разного диаметра. С новым аппаратом вид звёздного неба изменился. Теперь он практически не отличался от настоящего. Сегодня в большом звёздном зале установлен новейший аппарат — универсариум М9. Он продолжает традиции своих предшественников на новом технологическом уровне. Удивительно, но порядковый номер нового проектора звёздного неба — 613. На протяжении веков астрономические познания не только помогали человеку в понимании устройства мироздания, но были ему необходимы и в повседневной жизни. Например, для отчёта времени или для ориентирования на местности. На первом уровне классического музея Урании в приборных витринах из фондов планетария собраны старинные астрономические приборы и инструменты — от солнечных часов и простейших угломеров до универсальных инструментов и телескопов. Обратите внимание на секстант. Этот астрономический инструмент используется для измерения величины угла между двумя видимыми объектами. Обычно секстант применяют для измерения возвышения астрономического объекта над горизонтом с целью определения географических координат. Например, измерив угол возвышения Солнца в полдень, можно вычислить географическую широту данной местности. Длина шкалы секстанта составляет одну шестую от полного круга или 60 градусов. Отсюда происходит название секстанта на латыни «секстантис» означает «шестая часть». С развитием угломерных инструментов появились теодолиты, приборы для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов. Главный принцип работы теодолита — совмещение измерений вертикальных и горизонтальных углов. Теодолиты нашли широкое применение при астрономических, геодезических и инженерных работах. Поэтому существует так много разновидностей этого прибора — метеорологические, геологические, геодезические, оптические теодолиты. Например, в геодезии при помощи теодолитов определяют большие расстояния на земной поверхности. Важнейшим астрономическим прибором для наблюдения небесных тел является телескоп. Перед нами изготовленный в XIX веке телескоп-рефлектор фирмы «Доланд» с диаметром главного зеркала 4,5 дюйма. Английский оптик Джон Доланд, а позже и его сын Питер Доланд, занимались серийным производством телескопов с 1780 года. На телескопах фирмы «Доланд» было сделано множество интересных открытий. Так, в 1761 году Михаил Ломоносов, наблюдая на телескопе «Доланд» за прохождением Венеры по диску Солнца, доказал наличие у нее атмосферы. Еще один интересный экспонат. Макет крупнейшего в Европе телескопа-рефлектора ЗТШ выполненный в масштабе 1 к 10. Телескоп носит имя своего идейного создателя, академика Григория Абрамовича Шайна. Зеркальный телескоп имени академика Шайна — главный инструмент Крымской астрофизической обсерватории. Этот универсальный инструмент с большим набором аппаратуры предназначен для решения самых разнообразных астрофизических задач. Перед макетом ЗТШ находится небольшое сферическое зеркало, которое помогает наглядно объяснить, как строится изображение небесного объекта в прямом фокусе телескопа. В истории телескопа строения изобретение зеркала и стекла открыло новую эпоху в изучении космоса. Тему применения астрономических инструментов развивает морской уголок, композиция которого выстроена в духе корабельной стилистики. В стеклянных витринах вы видите географические и звёздные карты, а также приборы, необходимые в морских путешествиях. Сикстант, морской хронометр, барограф, подзорную трубу и шлюпочный компас. Знания звёздного неба и наличие подобных инструментов мореплавателям были жизненно необходимы, особенно в эпоху великих географических открытий, которые сделали наш мир шире и интереснее. Второй уровень классического музея Урании занимает историческое фойе московского планетария. Перед нами предстаёт величественная картина. Далёкие глубины Вселенной, мир небесных тел и светил. Гигантские окна-ветражи открывают нам манящие тайны космоса. А на наклонном раморном пандусе представлена масштабная модель Солнечной системы с полусферой планет и сияющим Солнцем. Размещено в музее и замечательное собрание рельефных глобусов. Земля, Луна и Марс сохранились ещё с советских времён. А вот глобус Венера изготовлен недавно. Его основой стала современная цифровая модель рельефа планеты. Они чем-то похожи друг на друга, наши ближайшие соседи в космосе. Но каждая из них по-своему неповторима. Пустынная, безмолвная Луна с тёмными морями, светлыми материками и разновеликими кратерами. Красный, таинственный Марс с гигантскими вулканами, бесконечными лабиринтами и полярными ледяными шапками. Загадочная Венера, безоблачного покрова, с застывшими потоками вулканической лавы, высокими плато и целыми горными странами. И, конечно, наша красавица Земля, самая живописная из всех. Синие моря и океаны, голубые реки и озёра, золотые пустыни, зелёные леса и белоснежная снега, единственная из всех живая планета. Перед вами самая дорогая часть экспозиции Музея Урании. Более 200 килограммов камней вне земного происхождения. Коллекция метеоритов Планетария – самая большая общедоступная коллекция в России. 113 экземпляров настоящих пришельцев из космоса. Причудливая форма и оплавленные бока – это плата за приземление, взымаемая земной атмосферой. Ежедневно масса Земли увеличивается за счёт падения метеоритов на 5 тонн. Железные. Каменные. Железо каменные. Большинство метеоритов является осколками астероидов, но некоторые из них попали на Землю с Луны и даже с Марса. Например, этот осколок Марса весом 5,2 грамма, чтобы попасть в коллекцию, пролетел около 60 миллионов километров. Наиболее крупные метеориты сложены в живописную горку. Самый тяжёлый из них весит 124 килограмма. Легенда гласит, если загадать желание, дотронувшись до метеорита, то оно обязательно исполнится. Субтитры создавал DimaTorzok